Далее расскажем обо всем подробно. Налоговые уведомления по почте не придут, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Также уведомления не получат те, кто зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика. Все необходимые документы можно будет найти там. И те, кто имеет льготы в районе 100%. Например, пенсионер имеет в собственности одну квартиру и земельный участок в размере 6 соток. Льгота предоставляется в полном объеме и в данном случае налоговые уведомления мы не направляем. В этом году изменена форма налогового уведомления. Отдельного платежного документа или привычной квитанции больше нет. В форме уведомления указаны только реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему России, идентификатор и QR-код. Также в налоговом уведомлении не прописываются те объекты, по которым сумма налога равна нулю. Это связано с тем, что некоторые налогоплательщики имеют льготы в размере 100%. Например, льгота предоставляется пенсионерам, многодетным семьям. Полный перечень категории граждан, которые имеют льготы, можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Сотрудники ведомства обращают внимание, что льготы представляют по заявке. Кроме того, если стоимость имущества менее 100 тысяч, на него устанавливают ставку в размере 100%. У нас основная часть таких объектов приходится на вид собственности гаражи. То есть кадастровая стоимость гаражи, которая расположена в городе Сарове, составляет менее 100%. Естественно, на такие объекты налог начислен не будет. И налогоплательщики данные объекты не увидят в налоговых уведомлениях. Они не отображаются. 25 октября налоговая инспекция проведет день открытых дверей. С 9 до 20 часов налогоплательщики могут обратиться за консультацией по поводу уплаты налогов и получить налоговые уведомления. Срок уплаты налогов – 2 декабря. После этого за каждый день просрочки будут начислять пене. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Появление современных общественных пространств в городах, которые позволят людям приятно проводить время, заниматься творчеством или спортом. Это один из принципов проекта формирования комфортной городской среды. В этом году саровчанам вновь предлагают выбрать территорию, которая будет благоустроена в рамках этого проекта уже в следующем году. Выбрать нужно одну из пяти территорий. Дизайн проекта опубликован на сайте администрации Сарова. Там можно посмотреть, как предлагают изменить лыжную базу. Левый берег реки Сатис от моста на улице строителя Захарова до Маслихинского моста. Зона отдыха на набережной пруда Боровое, бульвар в микрорайоне 15. Детский парк на улице Сосина за дворцом пионеров – это еще одно место, которое можно благоустроить в рамках этой программы. Здесь предлагается отремонтировать детскую площадку, сделать дорожки и устроить спортивную зону. На благоустройство одного объекта выделят до 50 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Выбрать территорию должны сами жители. Жителям предлагается на выборы два способа голосования. Первый – зарегистрироваться на сайте голос.ру и оставить там свои данные при заполнении. И второй способ – при помощи волонтеров. В многофункциональном центре и в торговых центрах будут находиться мобильные пункты, где волонтеры помогут жителям снять участие в голосовании. Проголосовать можно только один раз – с 10 по 31 октября. Затем начнутся общественные обсуждения, чтобы разработать проект благоустройства территории победителя с учетом всех пожеланий. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Жарить шашлыки, ставить газовую печь, зажигать свечи, спички, зажигалки на балконе теперь запрещено законом. С 1 октября действуют поправки в 90-м пункте правил противопожарного режима, которые не разрешают разводить огонь на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. Больше всего изменения в правилах противопожарного поведения взволновало курящих граждан. Данный пункт запрещает разведение пламени, то есть спичек, зажигалки, разжигание свеч. Но, исходя из того, что курение на балконах разрешено или запрещено, нет запрета на курение на балконах. В правилах противопожарного режима такого пункта нет. Слово «курение» в поправках звучит лишь в одном пункте, где говорится об ограничении на производстве. Про балконы сказано следующее. Запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. Сотрудники пожарной охраны утверждают, что зажженная сигарета к этому пункту не относится. Зажженная сигарета – это процесс таления. Поэтому курение не является открытым источником огня. Это не значит, что за курение на балконе человек не понесет ответственности. Если сигарету не потушили и что-то загорелось в вашей или соседской квартире, виновника накажут штрафом до 5000 рублей. В некоторых случаях действия могут расценить как уголовное преступление. Квартира, в которой проживает гражданин, может пострадать крупно. От воздействия опасных источников пожара может пострадать ниже лежащие квартиры, выше лежащие квартиры, тем самым причинив ущерб. Если ущерб будет превышать определенную сумму, то возможно будет выделено уголовное дело по причине неосторожного обращения при курении. За прошлый год в России произошло около 2000 пожаров на балконах. В половине случаев – по вине курильщиков. Поправка нужна не для того, чтобы избавиться от них. Главная цель – безопасность россиян. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Ежегодно пожары в квартирах уносят тысячи жизней по всей стране. Чаще всего трагедию можно предотвратить. Чтобы предупредить возгорание, нужно знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Наиболее частой причиной данных случаев является неисправность электрооборудования или неисправность электросетей. В жилых домах с ветхой электропроводкой допускают перегрузку электросети, что приводит к нагреву только ведущих частей и к последующему возгоранию. Лучше не подключать к одному источнику одновременно несколько приборов, которые работают при высокой мощности. Нужно следить и своевременно заменять неисправные выключатели, розетки и электропроводку. Не оставлять включенные приборы. Сотрудники пожарной охраны напоминают, что не нужно бросать в мусоропровод или с балкона непогашенные окурки. Курить в лифте, в постели. Человек курит либо в кресле, либо в кровати, засыпает. Окурок падает. Отбивка мебели начинает тлеть. Выделяется едкий дым и человек вздыхает. При пожаре нужно немедленно покинуть квартиру, поэтому стоит заранее позаботиться о возможных путях эвакуации. Одно из препятствий – решетки на окнах, которые часто устанавливают жильцы первых этажей. Если путь к выходу преградит пламя, выбраться будет невозможно. Снаружи пожарные не смогут проникнуть в здание и оказать помощь. Другая преграда для спасения – забитые коридоры. По захламленному коридору тяжело дойти до двери и выйти на лестничную площадку. Также сам замок входной двери должен быть интуитивно понятен. При соблюдении элементарных правил пожарной безопасности можно избежать трагических последствий – сохранить жизнь и здоровье жильцов. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Результатом холодной осенней погоды часто становятся простудные заболевания – насморк, кашель, боль в горле, постоянные спутники золотой пары. Есть несколько методов поддержания иммунитета, чтобы организм мог противостоять гриппу и ОРВИ. Один из главных способов – вакцинация. Прививка – не гарантия того, что вы не заболеете. Однако привитый человек переносит инфекцию в более легкой форме, без серьезных осложнений. Иммунизация позволяет снизить риски осложнений заболеваний, прежде всего, такого коварного вируса, как грипп. К сожалению, вирус гриппа характеризуется своими осложнениями. Прежде всего, это плохо курабельные пневмонии. И риски летальных случаев – они высоки. Одеваться нужно по погоде. Не стоит наряжаться в легкие курточки, даже если днем ожидается плюсовая температура. В утреннюю и вечернюю прохладу легко можно простыть. Врачи советуют чаще мыть руки с мылом и сбалансировать рацион питания. Употребляйте обогащенную витаминами и микроэлементами пищу. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Увеличить в рационе продукты, богатые белком, витаминами С, витаминами группы В, полиненасыщенными жирными кислотами, что позволяет снизить риски заболеваний вирусными инфекциями и стимулировать свой иммунитет. Не стоит забывать о здоровом образе жизни, прогулках на свежем воздухе, закаливании и полноценном сне. Тогда риски подхватить инфекцию будут минимальными. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Где-то глубина один сантиметр, где-то побольше, где-то, возможно, дойдет до щиколотки. Всю лужу проверять не будем. Поверим на слово автолюбителям, которые, прежде чем припарковать автомобиль, надевают резиновые сапоги. Эта лужа образуется каждый раз после сильных дождей на автомобильной стоянке возле дома 43 по улице Шверника. Парковку сделали почти два года назад, но пользоваться ею можно только в сухую погоду. Игорь Коврижных не рискует ставить свою машину в лужу, если у него нет с собой сменной обуви. Стоянка хорошая, я ничего не спорю. Но дождик полстоянки пустует. К машинам просто, если сильный дождик, приходится сапоги одевать, чтобы подойти. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, при расширении противопожарного проезда с дополнительным обустройством парковочных мест для автомобилей, подрядчик не учел проектные отметки дорожного покрытия. Поэтому дождевая и талая вода в большом количестве скапливается на проезжей части. В целях обеспечения водоотвода проектной организации был выполнен за свой счет в рамках гарантийных обязательств проектная документация на устройство бетонных лотков на данном участке. Но эта мера оказалась бесполезной. В этом году проектная документация пройдет экспертизу. И если будет положительное заключение, то участок отремонтируют в следующем году при наличии денег в городском бюджете. Пока автовладельцам предлагают уборку территории по заявкам. В качестве временных мер по обеспечению водоотвода в весенние и зимние периоды будут предприняты меры все возможные по вывозу снежных масс, при положительных температурах откачка воды. Сообщить о скопившейся воде на стоянке и оставить заявку на решение проблемы можно специалистам департамента городского хозяйства по телефону 977-54. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. На автобусной остановке в Балыково больше года живут бездомные собаки. Одни саровчане подкармливают животных, другие грубо их прогоняют. Рядом обустраивают новые частные дома. По словам жильцов, собаки агрессивно реагируют на прохожих и мешают стройке. Светлана Ермакова живет чуть дальше и иногда выходит на остановку раньше, чтобы покормить пушистых друзей. Проблема в том, что здесь обижают животных. Конечно, животные здесь никому не нужны. Я прекрасно это все понимаю. И не могу допустить, что так относятся к животным. Со слезами на глазах Светлана рассказывает, что строители соседних домов жестоко обращаются с животными, избивают лопатами и прогоняют с остановки. Когда женщина кормила собак, мужчины накинулись и на нее. Саровчанка неоднократно предлагала компромисс. Надо выловить все-таки животных, и чтобы люди жили спокойно. Вот это зло не было, свою агрессию на животных не срывали. Ну, вообще-то, я думаю, что службы должны заниматься вот такими бездомными животными. У них же есть и волонтеры. Даже вот такие, как я, посторонний человек, я тоже могу принимать участие. Волонтеры из приемника предложили забрать собак на 10 дней, накормить и сделать прививки. Больше этого срока держать животных не смогут. Нет мест и средств на содержание. В департаменте городского хозяйства пообещали в ближайшее время организовать отлов и пристроить собак. Мы должны помогать животным, а не обижать их, не бить, нас их перебивать, и лапы перебивать, и обращаться в службу. Да, конечно, это время занимает. Но и тем не менее, мы же люди, должны оставаться людьми. Если проблемой не заняться сейчас, собак будет еще больше, как и конфликтов местных жителей. Остается надеяться, что они смогут договориться и решить вопрос мирным способом, а животные найдут достойный приют. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Невероятные запахи жареного мяса, кофе и аппетитных булочек витают на гастрономическом фестивале «Вкусно-фест». Здесь любой желающий может продегустировать понравившиеся блюда и насладиться приятной музыкой на свежем воздухе. Пельмени, шашлык, бургеры и роллы, долма и пирожки. Все это готовили 14 участников «Вкусно-феста» прямо на глазах саровчан. Гастрономический фестиваль в нашем городе организовали впервые. Инициативу Ассоциации промышленников и предпринимателей поддержали бизнесмены из Сарова, Нижнего Новгорода, Дивеева и Ежкаралы. Предприниматели – это большая сила. И если нужно, в любой момент они могут объединиться и доказать, что они лучшие. Первый раз такое мероприятие нам было очень сложно придумать, организовать и собрать здесь на площадке. Ассоциация промышленников и предпринимателей объединяет вокруг себя и промышленные предприятия, и малый бизнес, который когда-нибудь станет крупным бизнесом. Василий Дмитриев вместе со своей командой приехал из Нижнего Новгорода. Он руководит крафтовой сыроварней «Сырные ясли». Начиналось все с простого увлечения, которое за три года переросло в успешный бизнес. Мы делаем сыр из натуральных ингредиентов. Это молоко от карашвийской породы. То есть это очень высокого качества молоко. Плюс натуральные ферменты и закваски. Никакой химии при производстве сыров мы не используем. Также у нас есть камеры с возревания для сыров, где мы проводим афинаш, так называемый. Все сыры, которые сегодня здесь представлены, это сыры выдержанные. Выдержкой от трех месяцев до года. Также мы сюда привезли молодые сыры. В рамках фестиваля в кулинарной битве сразились чиновники, предприниматели и молодежь. Команды пекли блины с начинками из фруктов и морепродуктов. Жюри попробовало блюда всех конкурсантов. Лучшей стала команда студентов, которая приготовила американский завтрак в воспоминания о лете. На фестивале гости могли продегустировать и приобрести еду. Прогуляться по живописной набережной, которую в этом году построила компания «Саров Инвест». Станцевать зумбу, сняться на фоне осенних фото-зон, поучаствовать в розыгрышах призов и послушать живую музыку. Ярким финальным аккордом стала экстремальная флайт-борд-шоу. Артисты буквально летали над водой и исполняли трюки в светодиодных костюмах. Завершился вечер праздничным фейерверком. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Они не просто передают свои знания, а воспитывают и раскрывают личность каждого ребенка. В преддверии профессионального праздника педагоги принимали цветы и слова благодарности за свой нелегкий труд. Со сцены учителей поздравили первые лица города. Низко вам кланяюсь за ту работу, которую вы делаете каждый день, за те усилия, которые вы вкладываете в своих детей, за те силы и терпения, которые вы прилагаете для того, чтобы справиться иногда с нашими любимыми родителями. Виновникам торжества вручили грамоты от администрации города, департамента образования, благодарственные письма и подарки от ядерного центра. Наградили не только учителей, но и директоров школ, их заместителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей. Профессия учителя – это самая важная профессия, потому что с первого класса, когда ребенок еще не очень опытный и не может не особо читать, писать, он приходит к учителю. В детском садике оказывают основные навыки, показывают и рассказывают, а учителя – они самые наставники, которые ведут ребенка на протяжении 11 лет. Юлия Куликова работает учителем истории и общества знания в 13-й школе около 7 лет. За успехи в обучении детей педагогу вручили почетную грамоту от департамента образования. По ее словам, награда стала настоящим сюрпризом, однако лучшая благодарность – это достижение учеников. Наверное, самый сложный год работы – это первый. Там действительно, я не знаю, мне кажется, ни одного педагога, который вот бы молча, стойчески, героически одержался первый год и не было желания, наверное, уволиться. Но, тем не менее, когда пролетает первый год, такое ощущение, что ты живешь своей работой, и это прекрасно. После церемонии награждения приступили к праздничному концерту. Коллективы образовательных учреждений порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами. Дарья Козина, Артемий Голосков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Обучение в университете третьего возраста проходит на протяжении шести месяцев. В этом году в учебные заведения зачислено более шестидесяти пенсионеров. Они активно принимают участие в работе восьми факультетов – здоровое долголетие, компьютерная грамотность, психологическая мозаика, сценическое искусство и другие. В этом году в университете появился новый факультет краеведения. Факультет краеведения включает в себя несколько тем. Тем игрушки, у нас есть музей игрушки, темы художественных изображений, ну и естественно история нашего края, история нашего города, музей ядерного оружия. Все музеи, которые у нас существуют на территории города, они будут посещать. Все занятия в университете проходят в формате лекций, бесед, тренингов, мастер-классов. В этом году особой популярностью пользуется факультет декоративно-прикладного творчества. На него записалось больше 12 пенсионеров. На занятиях участники смастерят игрушки из капрона, узнают, как работать с жутовой филигранью и научатся плести подделки из газетных трубочек. У нас не так много времени, у нас всего лишь полтора часа в неделю проходят занятия, то есть по времени. В основном где-то работы еще делают дома, то есть начинаем здесь, продолжаем дома. А так, например, за 15 дней можно спокойно сделать две работы готовые. Например, это может быть плетение или, например, работа оформленная в технике декупаж. В конце учебы педагоги и ученики на творческом концерте продемонстрируют, чему они научились за полгода. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Очередной этап благотворительного марафона «Город единства непохожих» стартовал полгода назад. За это время участники попробовали себя в творческих мастерских, футболе, танцах и инклюзивном театре. Проект направлен на социализацию и развитие молодых людей с ограниченными возможностями. Самое главное, это, конечно же, создать условия для приобретения положительного социального опыта как раз молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Попробовать себя повзаимодействовать и с волонтерами, и с гостями нашего вечера. В рамках проекта театральная студия «Мы» под руководством Александра Бахановича подготовила для гостей спектакль «Пузырьки» – трагикомическую историю из жизни советских школьников. Зрители смогли окунуться в атмосферу пионерских лет, вместе с главными героями поразмышлять на тему дружбы, чести и долга. Глеб Говлачкин считает, что играть в благотворительных спектаклях вдвойне приятнее. Это что-то вроде единения всего города на таких мероприятиях, и неважно, какого ты роста, пола, сколько тебе лет, есть ли у тебя какие-то ограниченные возможности или их нет, все на таких мероприятиях соединяются, и эта коллаборация вызывает много положительных эмоций. Перед началом спектакля прошла выставка продажи «Жизнь дана на добрые дела». Активисты клуба «Лотос» представили сувениры, игрушки и картины, которые они сделали своими руками на мастер-классах. На собранные средства организаторы выпустят литературно-поэтический сборник одаренных людей с ограниченными возможностями, в котором напечатают произведения трех авторов. Там будет и поэзия, и проза, и немножко в японском стиле рассказы. Это у нас одна девушка-активистка пишет как раз именно в этом формате. Плюс ко всему, я надеюсь, что у нас получится. Мы очень тесно сейчас сотрудничаем с художественной галереей нашей, где подбирают работы, репродукции наших саровских художников к конкретному произведению. Организаторы планируют выпустить сборник к началу декабря в ДКД «Инвалидов». На презентации можно будет приобрести книгу и пообщаться с авторами. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Композицию «Белый храм» выбрала воспитанница детской школы искусства Дарья Лестратова для своего выступления на международном конкурсе «Салют талантов» в Санкт-Петербурге. В номинации «Эстрадный вокал» девушка заняла первое место. Было волнительно, когда озвучили результаты, потому что я была не самой старшей своей номинацией. И так как я присутствовала на репетиции своей категории, я видела достойных ребят, и слышала их, и считала, что они ничем не хуже меня, поэтому я волновалась за свои результаты. Но когда я получила первое место, я очень обрадовалась, и мне стало очень приятно. В международном проекте «Салют талантов» Даша участвует в четвертый раз. В этом году суперфинал конкурса приобрел новый формат. Это масштабный проект для лауреатов первой степени различных конкурсов и фестивалей «Салют талантов». Там собирались яркие участники всех фестивалей и конкурсов «Салют талантов», которые заняли первые места под итогами 2018-2019 года. В конкурсе приняли участие более тысячи человек со всего мира. Судьи оценивали участников по нескольким номинациям – эстрадной, народной, академической и инструментальной музыке. На протяжении двух дней сильнейшие солисты и коллективы принимали участие в образовательных форумах и мастер-классах. Завершился проект премии «Топ-10». На нем звезды кино и эстрады вручали награды победителям. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Что натворила третья классница Алиса Селезнева, зачем ей нужен золотой самородок, кто такие космические пираты и еще много интересного о девочке из будущего узнали школьники на проекте «Читаем вслух». В этот раз мальчишки и девчонки отправились в литературное путешествие вместе с главной героиней в фантастической повести Кира Булычева. Коля Махров впервые пришел на проект. Мальчик любит читать вслух и считает, что он делает это достаточно выразительно. Но пока публичные выступления ограничивались школой. Когда учитель предложил попробовать свои силы перед незнакомой публикой, согласился. У его одноклассника Святослава Новикова это тоже первое выступление. Мальчик признался, что главное – справиться с волнением перед выходом к микрофону. Но наставление учителя и предварительная подготовка придали ему уверенности. Мне сегодня очень понравилось выступать, потому что я никогда не выступал на публику. Проект Дворца детского творчества на протяжении нескольких лет воспитывает в школьниках любовь к художественному слову. Преподаватель русского языка и литературы Светлана Максимова регулярно приходит сюда со своими учениками. Проект на удивление своевременен. Дело в том, что действительно у нас сейчас есть некая тенденция к тому, что чтение уходит на второй план. Все увлечены электронными версиями и вслух слово немножечко уходит на задний план. И вот это вот возрождение чтения очень важно. Светлана считает очень важным не просто отрепетировать с детьми отрывок из повести или рассказа, а заинтересовать ребят этим произведением. Мы берем тексты, прочитываем их по ролям. Я им что-то рассказываю об авторе, о самом тексте. Читаем вслух – это не конкурс. Здесь не аплодируют и не оценивают выступления. Главное – прочитать так, чтобы заинтересовать участников проекта, пробудить в них интерес к произведению. Чтобы после выхода из зала они взяли эту книгу и прочитали до конца. Елена Грескова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, СОРО-24. Анастасия Шевлягина около года занимается тяжелой атлетикой в клубе «Греция». За это время спортсменка достигла больших успехов. На ее счету множество наград городских и областных соревнований. На очередных состязаниях в Дзержинске девушка заняла первое место в весовой категории до 64 килограммов. Главное – не победа, а развитие и опыт, утверждает Анастасия. Не важно, что мне дали, это для себя. Даже я горжусь собой, я благодарна тренеру, что он меня подготовил, что я могу уже таких высот достигать. Конечно, есть еще к чему стремиться, и это все со временем пройдет. Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет также победил Михаил Базаркин. Подъем штанги, приседания, становая тяга – лишь малая часть упражнений, которые регулярно выполняет школьник. Он тренируется по пять раз в неделю, чтобы достичь нужной физической формы. Своими результатами на соревнованиях спортсмен остался доволен. Прошли хорошо, все подходы, 6,6 подходов, то есть практически идеально, первое место. Эти соревнования мне очень понравились, много хороших ребят, хорошие судьи, честно судили. Руслан Сергеевич назначил мне веса, и я выиграл. Руслана Казабаранова воспитанники считают вторым отцом. Всегда обращаются к нему за советом в спорте, школьных и личных делах. Тренер с гордостью рассказывает о достижениях подопечных. В основном все занимают на областных соревнованиях всегда места. Все в призах, все отзывчивые, спортивные, все стараются, все молодцы. Сейчас спортсмены клуба «Греция» готовятся к городским соревнованиям по жиму лёжа. И Кубку Нижегородской области по тяжёлой атлетике среди мужчин, женщин и ветеранов, который пройдёт 2 и 3 ноября в Дзержинске. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Таймермен – самый массовый международный кросс-нации в России. В нём приняло участие более 20 тысяч человек со всего мира. На кроссе нации я пробежала 3 километра и оказалась в сотне лучших. И за что получила заслуженную медаль. Одновременно с кроссом нации проходил и традиционный казанский марафон. На нём саровский спортсмен Максим Кистанов стал вторым. Максим Кистанов – марафонец, поэтому пробежать 21 километр 100 метров спортсмена не составило особого труда. К забегу в столице Татарстана он готовился на протяжении нескольких месяцев. Говорит, что на трассе приходилось бежать быстрым темпом. Скорости не хватило. Мы с Максимом, который занял первое место, мы догоняли тех, кто убежал. Где-то на 10-м километре он начал прибавлять. Я уже чувствую, я такую скорость высокую поддерживать не могу. Но где-то на 14-м километре я беглецов всех обогнал и старался убежать как можно длинным финишем. На полумарафоне Максим Кистанов улучшил свой результат на 30 секунд и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. По словам Максима, трасса в Казани была простой, но сложности всё же случались. Погода нам, можно сказать, подвела. Пошёл дождь. Вот был кусок трассы по набережной. Мы бежали там по бетонной мостовой. Она была настолько скользкая. Даже кроссовки проскальзывали. А там где-то, наверное, 3-4 километра мы по ней бежали. Беговой сезон для атлетов закрыт, но только не для Максима. Спортсмен готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут весной 2020 года. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова